Скриннинговые обследования, диагностика – основные компоненты профилактики неинфекционных заболеваний. К ним относятся в том числе болезни системы кровообращения, органов дыхания и сахарный диабет. Обо всем этом подробно мы поговорим с заведующей отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галиной Волковой. Здравствуйте, меня зовут Карина Яряшева. Вы смотрите программу «Формулу здоровья». Здравствуйте, Галина Викторовна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот я сейчас перечислила основные компоненты, которые входят в неинфекционные заболевания. А какие факторы риска возникновения хронических таких заболеваний? К факторам риска развития хронических неинфекционных заболеваний в первую очередь относятся, конечно, неправильное питание, гиподинамия, повышенное артериальное давление, повышенный холестерин, также фактор курения и пагубное потребление алкоголем. То есть можно сказать, что соблюдая здоровый образ жизни, можно исключить риск возникновения неинфекционных хронических заболеваний? Да. К часто встречающимся неинфекционным хроническим заболеваниям часто относят болезни системы кровообращения. Вот расскажите поподробнее, что это за болезни и как предотвратить риск возникновения такой проблемы? Здесь мы в первую очередь измеряем артериальное давление. Сделать это можно также в рамках диспансеризации, в рамках первого этапа. Также измеряем вес и высчитываем индекс массы тела пациента, тогда уже понимаем, повышенного он питания, есть ли ожирение, нужно ли работать в этом отношении, потому что чем выше индекс массы тела, тем больше вероятность заболевания гипертонической болезнью. Да, также дислепидемия, это повышенный холестерин, мы смотрим тоже в рамках диспансеризации, потому что повышенный холестерин является фактором риска развития атеросклероза и, соответственно, ишемической болезни сердца. К ишемической болезни сердца также относится инфаркт миокарда. А можно сказать, что болезни сердца, это такое более возрастное все-таки, то есть в более взрослой категории встречается или тоже среди молодых? На сегодняшний момент большое количество гипертоников среди молодых людей, среди молодых мужчин, а также заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, стенокардия. Это часто встречающиеся заболевания среди трудоспособного возраста, среди мужчин трудоспособного возраста. А с чем это связано, как вы считаете? Ну, конечно, это связано и с образом жизни, и со стрессами. То есть мужчины менее склонны следить за своим здоровьем, да, то есть меньше обращаются, может быть, к врачам тоже, в том числе, на ранней стадии не выявляют проблемы с сердцем. Ведь это можно, да, предотвратить на ранней стадии, если регулярно ходить к врачам, измерять давление, делать ЭКГ. Конечно, конечно. Здесь надо понимать, что когда мы видим при обследовании факторы риска развития этих заболеваний, то есть заболевание еще не наступило, но мы видим, что есть факторы риска, которые могут привести к таким заболеваниям, то, конечно, мы уже работаем с факторами риска. Еще самый популярный такой, распространенный скорее, является болезнь органов дыхания. Здесь какие-то же факторы риска возникновения, и что можно сделать, чтобы предотвратить, какие анализы, как часто нужно их проходить, и что можно вот в Одинцовском нашем отделении пройти? Во-первых, первое, что мы делаем, когда к нам приходит пациент на прохождение диспансеризации, это проводим анкетирование. Это одно из мероприятий диспансеризации. Так вот, уже на проведении этого мероприятия понятно, есть ли, допустим, у человека курение или нет. И уже в отношении этого мы можем делать в дальнейшем назначать спирометрию. Такое исследование всем пациентам, которые курят, всем пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию. Также смотрим сатурацию, и тут уже можно будет понять, сохранена ли функция легких, как человек дышит, и также делаем флюорографию. Я знаю, что при диспансеризации, на моменте анкетирования, где выясняется, что человек, допустим, перенес ковид, там более углубленная делается флюорография. А вот что проверяется? Проверяется, правильно вы сказали, флюорография, то есть смотрится легкий именно структура. Также проверяется функция внешнего дыхания, о чем мы говорим, то есть сохранена ли функция легких в полном объеме. Смотрим сатурацию, и при необходимости делаем исследование крови додимерно-тромбообразования, когда осложнение после перенесенной коронавирусной инфекции. И смотрим при необходимости ЭХКГ. А тем, кто переболел ковидом, как часто нужно вообще на флюорографию приходить? Регулярно или нет? Обследование раз в год. Не чаще, то есть даже если ты ковидом серьезно переболел, была проблема с легкими, то все равно не чаще, чем раз в год? Ну, тут по необходимости, то есть здесь конкретная ситуация, надо смотреть от конкретной ситуации, что там происходило, какая была тяжесть заболевания, какая была пневмония, какой объем поражения. И вот уже, собственно говоря, от этого пляшем. И фактором риска, в принципе, заболевания органов дыхания, это все-таки курение опять-таки, да? В первую очередь курение, да, гиподинамия тоже, ну и, конечно, бывают заболевания, связанные с работой человека, вредности на производстве. А гиподинамия это что? Это низкая физическая активность. А, то есть это взаимосвязано, получается? Ну, конечно, конечно. Люди, которые мало двигаются, имеют проблемы с легкими? Ну, с объемом легких, конечно. Тренированность, так называемая. По поводу еще одного интересного блока, тоже, который входит в хронические неинфекционные заболевания, это все-таки сахарный диабет, очень серьезное заболевание. Здесь тоже очень интересно, это все-таки, как я знаю, там, сахарный диабет второго типа не наследственное, а приобретенное заболевание. Что нужно сделать, точнее, что нужно не делать, чтобы не довести, там, да, до такого серьезного заболевания? Какие нужно соблюдать рекомендации? Ну, в первую очередь, это, конечно, правильное питание, потому что сахарный диабет – это заболевание обмена веществ. Это заболевание связано с большим употреблением в пищу углеводов, легкоусвояемых углеводов. К ним относятся сладости все, выпечка. И также здесь фактором риска является тоже гиподинамия, да, низкая физическая активность. Некоторые препараты могут вызывать симптоматические повышения сахара, но вот основные причины – это, конечно, образ жизни. А на этапе диспансеризации происходит анализ крови. Там возможно, да, получить результат, в том числе, если у вас сахарный диабет и так далее, правильно я понимаю? Конечно. В первый этап диспансеризации обязательно входит глюкометрия, то есть мы смотрим сахар крови. При необходимости в рамках второго этапа проводится уже более расширенное исследование гликированного гемоглобина. Смотрим. Еще одной серьезной проблемой является возникновение злокачественных образований. Я знаю, что у нас в больнице проводится в том числе несколько исследований. Расскажите о них подробно, что это за исследования, как они проводятся, и можно ли их пройти не в рамках диспансеризации, а если человек захочет, допустим, просто узнать вообще о своем состоянии здоровья. Проще всего, конечно же, обследоваться в рамках диспансеризации, в том числе и на онкологические заболевания. Именно вот в рамках профилактики, когда ничего еще не беспокоит, ежегодное прохождение диспансеризации, оно как раз исключит вот эти все ситуации. Значит, что входит в рамках диспансеризации в онкоскрининги так называемые? Это у женщин маммография, это анализ с шейки матки, цитология у женщин также, да, это ПСА у мужчин в определенные возрастные группы, флюорография также относится к онкоскринингу, гастроскопия в определенные возрастные группы и исследование КАЛ на скрытую кровь современным иммунохимическим методом. Это скрининг на колоректальный рак. Получается, что вот цитология, это тоже с определенного возраста у женщин проводится или абсолютно у всех? У женщин с 18 лет. И если так в общем говорить, да, все-таки у нас предыдущий год закончился, ну, не с точки зрения статистики, а в общем, было ли такое, что на раннем этапе были выявлены у женщин или там у мужчин какие-то определенные изменения в организме, и успешно с этим как-то получилось побороться? Да, на ранних этапах в рамках диспансеризации в блоке здоровья Подмосковья, мы работаем с апреля, с конца апреля, было выявлено и пролечено уже 10 онкологий молочной железы, женщины наблюдаются уже онколога, были выявлены образования кишечника, тоже прооперированы пациенты, также онкология шейки матки у женщин. То есть получается, это совсем на ранних этапах? Да. Возможно, женщины даже не чувствуют никаких изменений в организме. Да, ничего не чувствовали, при пальпации молочных желез тоже ничего не определяли, и при исследовании маммография, да, были обнаружены изменения. Дальше уже обследовалось, пациентки обследовали с ней рамок диспансеризации, был подтвержден диагноз и онкологический, и дальше их лечили. Можно ли сказать, что в этом, собственно, и опасность? Почему важно наблюдаться регулярно? Потому что ты можешь просто и не заметить, а когда заметишь, уже, возможно, будет гораздо сложнее вылечиться. Конечно, в этом и есть смысл диспансеризации, выявление вот этих хронических неинфекционных заболеваний, а это заболевания, от которых люди во всем мире чаще всего умирают, это 4 группы заболеваний, я еще раз повторюсь, да, что это хронические бронхолегочные, сердечно-сосудистые, сахарный диабет 2 типа, и онкология, вот выявление этих заболеваний на ранних стадиях, а также выявление факторов риска возникновения этих заболеваний, то есть когда еще заболевания нет, но есть какая-то предрасположенность, мы понимаем, что у этого человека могут возникнуть эти заболевания, и работаем уже с этими факторами риска, чтобы этого заболевания не случилось. А если человек во время диспансеризации находит у себя, да, какой-то риск возникновения или уже фактически наличие заболевания, получается, дальше как происходит? Анализы направляются в отдельное какое-то учреждение, правильно? И дальше человек, уже получая анализы, дальше действует уже, идет к узкому специалисту, получает направление в диспансеризацию. Как вот это происходит? На второй этап мы направляем пациентов по определенному алгоритму, когда выявлены отклонения в рамках первого этапа. Также, когда выявлены заболевания, которые относятся к вот этим хроническим неинфекционным заболеваниям, пациенты в обязательном порядке ставятся на диспансерное наблюдение, в участковую службу. Смысл этого в том, что участковая служба, поликлиника, знает, что у них на участке есть такой пациент, он болеет каким-то из вот этих заболеваний, что его нужно наблюдать. Дальше его приглашают на дообследование, приглашают на явки, чтобы понимать, что сейчас происходит с этим человеком. Нуждается ли он в коррекции терапии, либо в назначении каких-то дообследований, чтобы не привело это заболевание к осложнениям. То есть этого человека наблюдают. В этом смысл, чтобы лучше было качество жизни у человека, даже если уже есть это заболевание. То есть, получается, его наблюдают, дальше либо он вылечивается, снимается как бы с учета, наверное, диспансерного учета, либо помогают, продолжают дальше поддерживать. Ну, допустим, сахарный диабет второго типа не лечится. Я так понимаю, с ним люди живут до конца. Можно завести в, скажем так, ремиссию, когда будут хорошие цифры сахара и когда, соответственно, не возникнут осложнения. Потому что осложнения сахарного диабета достаточно тяжелые. Мы же боимся не просто саму цифру сахара, а то, к чему это может привести, как это влияет на организм. Если цифры сахара, если мы говорим про гипертоническую болезнь, цифры давления в пределах нормы, то, соответственно, к осложнениям это не приведет. И такой, может быть, конечный, окончательный вопрос по поводу работы диспансеризации. Все-таки не все еще знают, как можно к вам попасть, что для этого нужно сделать, как можно записаться, может быть, можно ли это сделать онлайн или оффлайн, на каких сайтах, вот расскажите. На диспансеризацию в Блок здоровья Подмосковья можно записаться через губернаторский кулцентр, позвонив по телефону 122, можно записаться через порталы услуги МОСРЕК, через госуслуги, также можно записаться через узкого любого специалиста в поликлинике, придя в регистратуру поликлиники, сказав, что вы пришли на диспансеризацию, вас направят либо в Блок отделения диспансеризации, либо, если это другая поликлиника, то в отделение, либо кабинет профилактики. Также в инфомате, можно через инфомат записаться, либо просто прийти в Блок здоровья Подмосковья. С собой иметь паспорт? Полис и СНИЛС. Мы работаем с 8 утра до 20 часов вечера, с понедельника по пятницу, по субботам, две субботы в месяц, с 8 до 14. Скажите, какие планы ставит себе больница? Провести профилактическое обследование населению. Как можно большему, наверное, количеству людей? Да, минимум 70% населения. Мы очень ждем работоспособное население, которое, можно сказать, попадает под удар больше всего. Это наименее обследованная группа населения, потому что они на работе находятся, редко приходят в поликлинику, как правило, приходят только при каких-то заболеваниях. Вот ситуацию надо эту исправлять, нужно приходить с профилактической целью, чтобы не доводить до уже каких-то серьезных последствий. То есть людям нужно понимать, что за своим здоровьем нужно следить регулярно, а не когда... Когда уже что-то случится. Да-да-да. Спасибо вам, Галина Викторовна. Спасибо. Спасибо, что смотрели нас. Будьте здоровы! Встретимся на ОТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...